Хотите смотреть на познавательные ролики с крутым монтажом? Тогда вам прямая дорога на канал Zigger Channel. Качественный, творческий, крутой подход с интересными темами. Ссылка в описании и на экране. Подписываемся и не пожалеем. Время неумолимо летит вперед. Мы даже сами порой не замечаем, как меняется все вокруг нас. Актеры, которые еще вчера были детьми и которыми мы любовались, сегодня уже совсем взрослый. Добро пожаловать, это 10 детей, которые очень-очень быстро повзрослели. Яркий пример того, как слава влияет на ребенка, это Линдси Лохан. В детстве она была очаровательным ребенком с веснушками. Достаточно вспомнить фильм «Ловушка для родителей Бобби», в которых она снималась. Но пройдя путь взросления, Линдси стала проблемным подростком, а потом и взрослой, но уже с другими проблемами. Наркотики и алкоголь. Отличная карьера осталась только в прошлом. Линдси Лохан не только очень быстро выросла, но и очень быстро состарилась. Помните рекламу «Сока моя семья», в которой отец семейства наливает дочке сок, а та быстро его выпивает и просит еще? На что отец удивленно заверяет девочку, что от еще одного стакана она лопнет. Реклама и девочка стали знаменитые из-за фразы, которую произнесла она. «А ты налей и отойди». Казалось бы, что эта реклама только вчера шла по телевизору, но Диана Шпак, так зовут девушку, уже совсем выросла и сейчас снимается в кино. Став самым знаменитым ребенком, снявшись в фильме «Один домом», Макалей Калкин, похоже, на самом деле остался один. Именно поэтому его дальнейшая жизнь после фильма вполне похожа на фильм-биографию актера-наркомана. Калкин буквально вырос на глазах у всего мира, в раннем возрасте женился, развелся через два года, начал употреблять наркотики, вел нездоровый образ жизни и пытался покончить с собой. Все это привело к тому, что мир удивился, когда Макалей так быстро вырос из мальчика, который мог постоять за свой дом вполне взрослого человека, с наркоманским прошлым за плечами. Начав с ютуба, куда Джастин выкладывал записи того, как он поет, сегодня он один из самых популярных исполнителей в мире. Отношение к Джастину Биберу варьируется от жгучей ненависти до полного поклонения. Так же, как и большинство звезд, которые получили славу в юном возрасте, Джастин Бибер испытывал постоянные проблемы с законом. Быстрому взрослению Бибера способствовала так же ненависть большинства людей к его персоне. Все это вылилось в то, что из обычного мальчика Джастин стал самой обсуждаемой личностью интернета. Еще вчера мы все смотрели первые части «Детей шпионов» и даже представить не могли, как Алекса Вега, которая исполняла роль Кармен Кортес, так быстро вырастет и станет столь красивой. Тем не менее, в отличие от большинства звездных детей, Алекса не пострадала от звездной болезни. Кроме того, даже кино ей больше не интересно. Но когда в сети появились фотографии со съемок фильма «Мачете убивает», на которых Алекса выглядела совсем по-взрослому, люди удивились, что это та самая девочка, что когда-то снималась в детском фильме. Селена Гомес – это более удачная на данный момент версия Линдси Лохан. Селена, как и Лохан, начала свою карьеру, будучи ребенком, снимаясь в различных детских шоу. Потом получила несколько более значимых ролей. А наибольшую популярность получила на музыкальном поприще, выпустив три альбома в группе и два сольных. Кроме того, Селена Гомес часто была героем статей известных журналов из-за ее романа с Джастином Бибером. Сегодня Хлоя Морец все еще не может избавиться от своего образа и одного амплуа, часто играя одинаковых персонажей. Еще совсем недавно мы наблюдали за маленькой актрисой, которой восхищались практически всем. А уже сегодня Хлоя снимается в весьма пикантных фотосессиях и фильмах. Ох, быстро повзрослела. Получив роль Гермионы Грэнджер в возрасте девяти лет, Эмма Отсон росла на глазах у всего мира. Еще совсем недавно мы наблюдали за ней в первых фильмах, а уже сегодня она самая высокооплачиваемая актриса десятилетия. Посол ООН, а также модель весьма откровенными фотосессиями. Дарья Мельникова уже давно вовсе не папина дочка. Как вы помните, она играла роль одной из дочек в российском сериале «Папины дочки». Сегодня, как казалось бы, из сериала «Не такая уж сексуальная Дарья» входит в список ста самых сексуальных женщин России, по мнению журнала «Максим» под номером 27. А чтобы это доказать, она периодически снимается в весьма откровенных фотосессиях, от которых захватывает дух. Современный образ Майли Сайрус очень спорный. Порой на певицу просто неприятно смотреть. Из-за постоянных выходок Майли, ее повышенный интерес к теме сексом. Даже ее преданные фанаты забыли, что когда-то она была маленькой милой девочкой. Сайрус играла в сериале «Хана Монтана». Была очаровательной паинькой, а подумать о чем-то таком, что она вытворяет сейчас, даже не могла. Да и мы не могли. Но в 16 лет у нее начались проблемы с наркотиками и резкая смена образов, которая повергла в шок не только фанатов, но и остальной мир. Ставь лайк, и ты не будешь стареть быстро. Или будешь, не знаю. В общем, ставь в любом случае. На этом все. Спасибо за просмотр!